Идет первое отделение, но я, в общем, это заведение покидаю. Никиту Высоцкого я записал, выложу. Никита Высоцкий настоящий, остальное все боятся, короче. Поэтому, ну, как бы, считаешь, человек, имеющий вкус и некое уважение, да, к Владимиру Семеновичу, ну, как-то должен выразить свое отношение вот к этой хренате. Автографов, разумеется, не будет. И, поймите меня, правильно, да, ну, как бы, все увидели. Некие тонкие вещи я тут высказывать не буду. Тонкие вещи, они, как бы, тот, кто тонко чувствует, он их сам ощутил, да, понял. Ну, лишний раз, говоришь, Москва, очень страшный город, опошлило практически все, что может. То, что у нее было, вот еще люди со мной солидарны. Поэтому, как бы, придем сейчас, винильчик поставим, все это по-человечески. Потому что, ну, кабацкая программа, да, у Песцова кабацкие песни удались, ну, серьезно это просто. И слушать, присутствовать на программе, построенной на просто резчайшем диссонансе, да, то есть, насколько проникновен Никита. Ну, голос нотки, то есть, генетика отец, как бы, в нем нотки отца слышны и глубина. И насколько вот эти, все-таки у нас тут публика не лохи. Фиглярские жесты и так далее, то есть, ну, мы на такое не ведемся, короче, и звук у нас. Ну, и звукорежий я просто... Со звукорежем бы... Я не буду говорить, что с ним надо сделать, да, ну, как бы, хер на него, короче. Все, ребят, давайте. Комсомольск. После концерта по скриптум. Ну, в принципе, потраченного времени не жаль. То есть, имеем представление, да, уровня современного всего, в том числе театра. Играть в театре – это одно, а глубокие вещи и творить – это несколько другая ипостась. Это не в профессии, это как, не в трудовой книжке. Это харизма. Капитан, а на левой стороне их негипосты. А на нейтральной полосе цветы необычайные красоты. Капитанова невеста жить решила вести. Прикатило, говорит, милый, то есть он. На дороге букет цветов подарит невесте. Ну, что за свадьба, петь цветов, плядь, 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 плядь. А на нейтральной полосе цветы необычайные красоты. И к их нему начальнику, точно по-повески, он же африкатил, он летит на плаш. И даже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, грязь, плядь, 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 плядь. На нейтральной полосе цветы необычайные красоты. Наши пограничники, кровные ребята, кровью вызвали в сентябрь с ними капитаны. Разве знать они могли и про то, что азиаты, Парыши и туши, но встали подзвели на нейтральной полосе. А на нейтральной полосе цветы необычайные красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границы, как ворота в Кремле. А на нейтральной полосе цветы необычайные красоты. А на нейтральной полосе цветы необычайные красоты. Необычайные красоты. За то, что я нарушил тишину, за то, что я хреблю на всю страну, Чтоб доказать, я в колесе не спится. За то, что мне не имется и не спится. За то, что в передачах за границей передает мою блатную старину, Считая своим долгом извиниться. Мы сами, без согласия. Ну и ну, за что еще, быть может, за жену, Что, мол, не мог на нашей подданной жениться, Что, мол, упрямо лезу в кап страну, И очень не хочу идти ко дну, Что песню написал, и не одну, Про то, как мы когда-то били фрица, Про рядового, что над зод валится, А сам ни сном, ни духом про войну, Кричат, что я у них украл луну, И что-нибудь еще украсть не примену, И небылицу догоняет небылица. Не спится мне, да как же мне, Не спится, не, не собьюсь. Я руку протяну, И завещание крестом перечеркну, И сам я не забуду восениться, И песню напишу, И не одну, И в песне той кого-то прокляну, Но в пояс не забуду поклониться Всем тем, кто написал, Чтоб я не смел ложиться. Пусть чаша горькая, Я их Не обману. В самом конце Большого, драматического, Такого, драматичного, Даже трагического, наверное, Стихотворения Почти детская фраза Я не обману. Взрослые люди, мы говорим по-другому, Мы говорим, поверь мне, Это правда, Мы говорим, не сомневайтесь. А он вот так по-детски, Я не обману. И дело, конечно, не в том, Что так написано, А дело в том, что так и было. Он действительно в своем творчестве Был абсолютно честен и чист. И не только потому, Что он не умел лгать Или ему никогда не хотелось. Совсем нет. Потому что он понимал, Что его слушают миллионы людей. Он чувствовал ответственность. И еще я тоже, Он тоже об этом и говорил, и писал. Он понимал, что сам его дар, Само дело, к которому он призван, Не выдержит фальши и лжи. А творчество, конечно, Это дело было для него Самым главным. Но, может быть, Вот я не обману, Может быть, поэтому Мы его так помним. И так любили при жизни. И он до сих пор, Скоро ему 82 года, Скоро 40 лет, Так он ушел. А мы его помним. И вот в программе, Которая мне нравится, На мой взгляд, Это одна из лучших Таких вот программ По песням Высоцкого, Баллада на Высоцком, Мне и название нравится, Который сделал Дмитрий Певцов И Певцов-оркестр. Мы с самого начала, Когда только была презентация Этого проекта, Договорились, Что если будет возможность, Чтобы я выходил И читал стихи Высоцкого, Потому что программа, Она вся на песнях. Конечно, песни Высоцкого, Это тоже стихи. Он сам говорил, Что мои песни, Это стихи, Положенные на ритмическую основу. Но тут речь как раз идет Именно вот о стихах, О том, что писалось Не для того, Чтобы исполнять Это под гитару, Не для того, Чтобы петь. Этих стихов около 50. Почти все они написаны В последние годы жизни, В самые непростые годы жизни его. И он их никому не показывал, Хотя работал над ними очень серьезно. Прекрасно знали, Что их никогда при его жизни Не опубликуют. И когда эти стихи, Скажем, принесли люди, Работавшие над архивом, Принесли в театр, Уже после его смерти Многие актеры не поверили, Что это его стихи. Потому что песни, Они его знали. А из этих вот стихотворений, Это целый сборник, Они не знали просто никто, Ни одной строчки. Они даже сомневались В первое время, Что это его стихи. И вот эти стихи, Вот я сегодня В программе Баллада Высоцкого Вам прочитаю. Спасибо. Ах, откуда у меня Грубые замашки? Походи с моим воде, Даже не пешком. Меня мама родила В сахарной рубашке, Подпоясала меня Красным кушаком. Так откуда ж у меня Хмурые надбровья? От каких таких причин Белые вихры Мне папаша подарил Бычье здоровье? И в головушку вложил Не хухры-мухры Начинал мытье свое С сандуновских банья. Вместе с потом Выгонял злое недобро, Годен в смысле чистоты И образования Тут и голос должен быть Чисто серебро. Пел бы ясно я тогда Про луга и далее. Пел бы про красивое, Приятное для всех. Все б со мной здоровкались, Все бы мне прощали. Но не дал Бог голоса. Нету, как на грех. Запеть-то хочется, Только б не мешали. Хоть бы раз Про главное, Хоть бы раз и до, И кричал Со всхрипом я. Люди Не дышали. И никто не морщился. Право же. Никто. Браво. И снова Саран В конце Фраза Запеть про главное. И это тоже, наверное, Одна из причин, Почему его так любили При жизни И помнят по сию пору. Он всегда пел О том, что было для него Главное. Он просто не брался писать, Когда ему было неинтересно. У него практически нет Таких проходных вещей, Написанных как бы между делом. Он всегда говорил о том, Что его волновало. И в том Был его талант. Что то, что было для него Главным, Стоилось важным Для миллионов людей, Которые Его слушали. В стихах Последнего Вот этого периода, Последних двух лет Его жизни Очень много Такого предчувствия смерти. Очень много Говорится о смерти. Он понимал Последнее время Своей жизни. Он понимал, Что он уходит. И тем не менее В этих стихах Нет уныния. И сама смерть, Она Она как будто Дает какой-то Другой взгляд На жизнь, Которую он любил. На его друзей. На творчество. Вот. И тем не менее Она присутствовала. Он не унывал, Он боролся, Но он понимал, Что он уходит. Он понимал, Что он обречен. И вот это стихотворение, Которое я сейчас прочитаю, Такое впечатление, Что просто вот Она подошла к нему И руку На плечо положила. И снизу лет, И снизу лет, И сверху Маю снежную Пробить ли вверх Или пробуравить вниз, Конечно, вспомнить, И не терять надежды. А там, Задело в ожидании Вис, Лед надо мною, Над ломисы тресней. Я весь в поту, Как пахарь от сахи, Вернусь к тебе, Как корабли с песней, Все помня, Даже старые стихи. Не меньше полувека, Сорок с лишним. Я жив, Тобой и Господом храним. Мне есть, что спеть, Представ перед Всевышним. Мне есть, чем оправдаться Перед ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие считают Последним стихотворением Высоцкого. Это не совсем правильно. Оно написано больше, Чем за три месяца До его ухода Из жизни. А после этого Он еще работал И в театре. Были знаменитые гастроли Даганки в Польшу, Которые в Польше Помню до сих пор. Были гастроли В Калининграде, Бывшем Кенигсберге. 25 концертов За 5-6 дней. И было много всего. Главное, он продолжал работать, Он продолжал писать До последних часов Своей жизни. 24 июля 80-го года Он позвонил, То есть за несколько часов До смерти Он позвонил Своему другу Геннадию Балоке. Это кинорежиссер. И спел ему Песню В новую картину В которой он собирался Играть И в которой он писал песни. И она называется Гимн школи. И вот, наверное, Это стихотворение Гимн школи Последнее, Которое написал Восоцкий. Но то, что вот я прочел Только что, Конечно, это стихотворение Итоговое. Оно прощальное. И в этом смысле, Наверное, Право даже те, Кто говорят, Что оно последнее. Потому что все, Что дальше, Это уже было, Может быть, Не так существенно. И Такие слова Можно обратить Не просто к человеку, Которого ты любишь, Или который любит тебя, Хотя любовь это Это может быть Самое важное, Самое большое, Что есть на земле. Но человеку Сказать такие слова Можно Тому, Который, Ты понимаешь, Что он это поймет, Принят и вместит Вот ту правду, Которую в этих Коротких строчках. Он прощается, Он уходит, Он не рисуется, Так и случилось. Это стихотворение, Как, наверное, Многие знают, Обращено Марине Владе. И 12 лет тобой храним. Этих 12 лет Не должно было быть, Не могло их быть. Когда они познакомились, Отец мой плохо говорил, Не просто, Ни словом не мог сказать По-французски, А Марина Очень средне понимала Русский язык. Она была звездой Мирового уровня. У него был дом В элитном районе Парижа. Отец был звездой, Но в театре у него Была зарплата 110 рублей. У него не было Своей квартиры, У него не было машины. Но и это все не важно. Конечно, Не в этом дело. А дело в том, Что когда они познакомились, Поползли случаи, Что вот в Высоцкий На фестивале Познакомился с Владей, Но не Хараман. Люди, Которые это слышали, Говорили, Ну, во-первых, Не может быть. А даже если что, Что-то есть. Она уедет, А он останется, И все закончится. Он не выездной. Отец был наглухо Не выездной. Он выехал первый раз К Марине, Они выехали вместе. Через пять лет После того, Как они уже были вместе. И то это было, Что это стоило им обоим. Это невероятно, Но в 20 веке Муж и жена прощались, Не знали, Они увидятся или нет. Потому что Его могли не выпустить. Не только Его могли не выпустить, Но ей могли не дать Въездную визу, И все. И тем не менее, Они прожили эти 12 лет. Мне кажется, Когда мы говорим Своим детям, Я не знаю, Каким-то друзьям, Когда мы вместе вспоминаем Высоцкого, Надо обязательно вспоминать О людях, Которые были рядом с ним. У него было очень много знакомых. Но вот людей, Которые огромную часть жизни Своей отдавали ему, Чтобы ему было чуть проще. Это, конечно, И друзья, И все, Это Абдулов, Это Абдулов, Астанистал, Говорухин, И Вадим Туманов. Это, конечно, Его родители, Хотя у него были сложные отношения, Особенно мама, Нина Максимовна, Усоцкая. Но, Конечно, Наверное, В последние годы, В первую очередь, Это Марина. И слава Богу, Что она была в его жизни. Слава Богу, Она жива и здорова. Я хочу прочитать еще одно стихотворение, Которое попрощено к Марине. Оно совсем другое. Оно о любви, Оно объяснило немного раньше. О любви. Люблю тебя. Сейчас. Не тайно. Напоказ. Не после и не до. В лучах твоих сгораю. Навзрыт или смеясь. Но я люблю. Сейчас. А в прошлом не хочу. А в будущем. Не знаю. В прошедшем я любил. Печальнее могил. Все нежное во мне без крыльев и стряножит. Хотя. Поэт поэтов говорил. Я вас любил. Любовь еще. Быть может. В бреду. И в брод, и в плать. К тебе. Хотя безглавь. С цепями на ногах. И с гирями попуду. Ты только по ошибке не заставь. Что после я люблю. Добавил я и буду. Есть горечь в этом. Буду. Как ни странно. Подделанная подпись. Червоточина и лаз для отступления. Про запас. Смертельный яд на самом дне стакана. И словно настоящему пощечина. Сомнение в том, что я люблю. Сейчас. Смотрю французский сон. С обилием времен. Где в будущем не так. А в прошлом по-другому. К позорному столбу я пригвожден. К барьеру вызван я. Языковому. Ах! Разность в языках. Неположение. Крах. Но выход мы с тобой поищем. И обрящем. Люблю тебя. И в сложных временах. И в будущем. И в прошлом. Настоящем. АПЛОДИСМЕНТЫ